Внутридомовый проезд, который местные использовали как парковку, разбивает тяжелая техника. Железная рука экскаватора складывает в большегруз старое асфальтное покрытие и деревянные ограждения. В другой части смежного двора на Горького Пионерской старье уже вывезли. Сейчас уплотняют грунт вибротрамбовкой. Строительный шум местные мечтали услышать с 2017 года, когда подали заявку на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда». Марина Митр радуется. Наконец-то настала их очередь. По нашему двору было не то, что сложно ходить, сложно было ездить на автомобилях даже. После ливневых дождей, просто после дождя, иногда нельзя было по двору пройти без резиновых сапог. Конечно, ремонт двора мы ожидали долго. Сейчас, можно сказать, несказанно рады тому, что происходит. Надеюсь, что подрядчики, которые выполняют работы, воплотят в жизнь тот проект, который был сделан для ремонта нашего двора. Проект составляли собственники под руководством старших домов. Мечта станет реальностью. К концу мая подрядчик планирует установить новые бордюры, сделать уклоны вдоль дороги, которые уведут воду летом после дождя, и уложить новое покрытие. Для этого выбрали дорожную плитку. По характеристикам, если разобраться, считаю, что дорожная плитка лучше в чем? Где-то производить какие-то ремонтные работы. Мы демонтировали покрытие, произвели работы, сделали основание, уложили ее, смотрится все эстетично и аккуратно. Если производить работы с асфальтом, это вырезаешь его, и потом впоследствии получаются латки. То есть эстетика теряется. Новую жизнь в этом году получат 64 придомовые территории. Большую часть из них, 50, благоустроят по программе «Тысяча дворов», инициированный пролпредом президентов ДФО Юрием Трутневым. Помимо этого, у нас в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» уже очередной год также будет проводиться работа по благоустройству. Это 14 дворовых территорий. Минимальный перечень работ тот же, что и в прошлые годы. Это асфальтирование проездов, обустройство тротуаров, по необходимости освещения и малоархитектурной формы, такие как скамьи и урны. К концу недели начнется преображение двора на Шевченко-Ленина. Облагородить все запланированные территории подрядчики должны до 31 августа. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Максим Яценко. Программа «Город».